Великой Отечественной войне Великой Отечественной войне Красная Армия вместе с солдатами вермахта Защищали немецких женщин От, в общем, подвыпивших танкистов Русская армия, Красная Армия И на этом передача закончилась Я тут же позвонил знакомому Это был мой знакомый ведущий Говорю, кто у тебя был? Он говорит, такой ты человек Я с ним встретился, он говорит, вот история, которая сохранилась у меня в архиве. Это было самое начало, я рассказал самое начало, самый такой эмоциональный толчок, который послужил поводом ко всему дальнейшему, сейчас 2010 год, значит, это было 5 лет назад. Ну а что произошло за эти 5 лет назад, не знаю, хватило времени в мейкингов, чтобы это написать, потому что дальше я встретился с этим человеком, он мне показал копию документа, который хранится у него дома. Дальше мы подавали запросы в наши архивы, архивы Министерства обороны не очень отвечали, и говорили, что есть политический архив, политуправление, потому что это политдонесение. Потом я встретился с Валентином Константиновым Черныхом, он у нас оскароносец, и он начал писать эту историю. У него очень получалось хорошо, именно вот такое традиционное русское, советское, российское, именно военное кино, когда наши разведчики идут, заходят куда-то, воюют. Совершенно не получалась немецкая часть. На Берлинале я встретился с Ахином фон Борисом, меня познакомил с ним наш общий товарищ, режиссер Бахтиер Худай Назаров. После этого Ахин стал, также был заражен этой историей, как и я, и стал писать свои варианты сценария, уже основываясь на Черныхе. Я его привез на 9 мая в Москву, пригласил. Он был на этом празднике, когда встречались ветераны. Я говорю, ты пойми, она настолько вот такая необычная история, она настолько эмоционально странно заряжена, что когда враги становятся, они становятся друзьями. Но они ради какой-то высшей цели, буквально вот через день, через два все прекратится, они будут жить какой-то другой жизнью. Они вдруг берут оружие и вместе, причем к плечу, защищают, защищают этих женщин и детей. И вот Канахин придумал, что это все с точки зрения мальчишки, Гитлер Югента, которые были очень опасны для Красной Армии. И когда этот мальчишка, который имел отца, вдруг вот в этом капитане Красной Армии начинает видеть черты, человеческие черты, что ли, так сказать. И фактически он для него является как подражанием, как очень громко говорит, что он заменяет отца за эти три дня. Он, конечно, не заменяет, но совершает те поступки, которые, в общем, формируют мальчика, как личность. И мы же оба цокнули языком и сказали «Есть». По-разному складывался коллектив. Я хочу сказать, конечно, о Гертруд Роу, потому что вот в ней есть такая стать, что ли, природная санкт-петербургской интеллигенции. Я не знаю, как это вот в Вене у человека происходит, у немки, хотя она никогда не жила в Санкт-Петербурге, но в ней это есть. Совершенно необычный мальчик у нас, безусловно. Мы все все время, первую половину съемок, очень волновались и боялись, что же он себе думает. Вот что-то он себе ведь думает там в своей вот голове тинейджера 21 века, который вообще даже не знает, что русские с немцами воевали, что была какая-то война. Они даже этого не представляют. Что-то они так проходят, как история, но для них это эмоционально, это их не коснулось. У Ахима два деда погибли в России, у меня, мой дед лежит, один из дедов в Германии. Поэтому для нас это очень такая история близкая и понятная, а для ребенка, ну, какая-то это что, военное приключение, что это, непонятно что. Но что-то он себе думает. В общем, немецкая организация, я думаю, что и мои коллеги по этому поводу сказали, она хороша. Но может быть, это не только немецкая организация, может быть, это коллектив. Но все переставляется очень быстро. Я бесконечно признателен всему составу и в офису Аги Девашу, которые работают прямо как часы. И Николь Фишнайлер, и департаменту Фишера Бернда, и Ахимовской группе. В общем, Майк Брандт, он не Майк, он на самом деле Фрэнк, мы это все поняли, да. А я теперь Джон. Вот, у нас международная история, международная команда. Я думаю, что насколько мы от них, как такое жаргонное слово, торчим, настолько мы нравимся им. Я думаю, что это самое главное в данной истории. Ахимов фон Бориса в том, что он же является автором сценария и пишущий режиссер. С пишущими режиссерами я тоже работал. Катастрофа их состоит в том, что... То, что нет у Ахима. Вот он написал, он у себя где-то сидел и где-то писал. И где-то он у себя представлял, какой этот герой, как он должен говорить, как он должен двигаться, как вот это происходит в сцене мезонсценической. А потом он приходит на площадку, и есть живой Алексей Гуськов, он другой. Он какой бы ни был, он все равно с меня не спишет, ничего не сделает. И ему надо вот, в общем, поломать этот стереотип у себя в голове и фактически начать сначала. Очень хирургически выбрасывая тексты, которые он написал, они же хорошие. Он же мучился ведь, он же мучился, когда писал. Эти сцены же как-то склеивались, он же хотел, чтобы склеивались. А я их беру и не говорю, они мне не нравятся. И все. И он в этом смысле тоже достаточно подвижен. В общем, с ним интересно, комфортно работать. Если бы еще он не делал 50 проб в самом начале нашего пути, было бы вообще идеально. Но все мы, конечно, разгоняемся. И если сегодня вы видели искаживающие пробы, это уже слово для меня ненавистное было в начале пути, на что я сказал, что пусть репетируют те, кто не умеет, мы будем снимать. Они говорят, да, отлично, мы будем снимать. И тут же мы сняли. Уже появилась система вот такая доверия и удовольствия. Все военные картины, все, фактически, без исключения, они говорят о победителях и побежденных. Во всех военных картинах есть некое приключение. Мужики в форме, стреляющие, отлетают руки, ноги. Действительно, кого-то жалко, бесконечно. Действительно, война бессмысленна. И бессмысленная история, и глупая история. Я думаю, что мы первый раз, дай Бог, чтобы это у нас получилось, делаем соединительную картину. О том, что нет ни победителя, ни побежденных. Есть страшная усталость от бессмысленности вот этой бойни и несозидательности в людях, в нации. Потому что так же, как немецкий офицер говорит о том, что два часа и жить, так же мой персонаж говорит, ну вот еще денечек, и все будет хорошо. Так же, как про будущее говорит героиня Гертру Тролл, и только молодость жестокая сама по себе, я говорю о нашем молодом герое, хочет отомстить, победить, воевать и так далее, и так далее. Вот я бы пошел посмотреть именно такой гуманистический соединительный фильм. Говорили о том, что человек без будущего. Ну да, придумали в биографии потерянную семью. Ну это обычно, это не один такой Калмыков был до войны. Таких Калмыковых, я думаю, было полно. И с одной, и с другой стороны. Определяют тоже в сценарии его, что он человек дела, что он человек принципов, что он, ну да. Вот я даже больше скажу, что я думаю, Калмыков не знает, как надо, как все люди. Но он точно знает, как не надо. Он не знает, как должно быть. Но как не должно быть, он точно знает. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok